Туркия, Турция, сопротивление навязыванию американского права, санкциям Кемалинат, Туркия, Турция 25 апреля 2019 года В предыдущих статьях мы говорили о том, что США проводят такую политику, при которой пытаются подменять международное право своим правом и вынуждают все остальные страны занимать позицию в соответствии с ним. Эту тенденцию можно назвать попыткой перехода от системы ООН к американскому порядку, и в этих условиях ЕС, Китай и Россия, как видно, испытывают затруднения. Явный показатель этого – дилемма, с которой сталкиваются такие страны, как Германия и Китай, в связи с американскими санкциями в отношении Ирана и России. Они видят, что эти санкции вредят их собственным экономикам, но в силу многих причин не могут открыто сказать Вашингтону – санкционные решения, которые ты принимаешь в одностороннем порядке, не обязательны для нас, и мы отвергаем эти санкции. На самом деле иногда даже говорится нечто похожее в качестве сигнала внутренней общественности, но когда дело доходит до практических действий, эти игроки, опасаясь гнева и реакции администрации Трампа, чувствуют себя обязанными действовать в соответствии с санкциями. Так, многие европейские, китайские и японские компании покинули Иран после восстановления американских ограничений. Аналогично этому Германия испытывает затруднения в связи с американскими санкциями в отношении России. Из-за этих санкций под угрозой оказались совместные проекты Германии с Россией и прежде всего в энергетической сфере, и берлинская администрация пытается сопротивляться давлению со стороны Вашингтона. Этим странам трудно противостоять американским санкциям, когда их внешняя экономическая политика ограничивается законами, принимаемыми США в рамках американского внутреннего права. По сути это связано с двумя причинами. Прежде всего беспокойство о том, что, если они не будут действовать в соответствии с этими санкциями, администрация Вашингтона применит вторичные санкции. А во-вторых, нежелание подвергать опасности свои интенсивные экономические отношения с США из-за проблем с этой страной в вопросе Ирана или России. Но администрации Берлина, Пекина, Токио и Парижа также видят, что они на самом деле стоят на серьезном перепутье. Если идти в ногу с попытками США подменять международное право своим внутренним правом, то в краткосрочной перспективе, пожалуй, и можно защитить себя от гнева Вашингтона. Но также известно, что эта позиция не может долго сохраняться, и в случае продолжения Вашингтоном такой политики в конечном счете нужно быть готовыми к конфликту с США. Ведь если сегодня все будут повиноваться США, которые заставляют остальные страны следовать их собственной политике в отношении Ирана и России, то завтра Вашингтон будет ожидать такой же покорной позиции по другим вопросам. Учитывая, что такая агрессивность США во внешнеэкономической политике обусловлена их желанием сохранить свое глобальное лидерство, которое они утрачивают в рамках правил либеральной международной системы, путем изменения этой системы, следует ожидать, что политика Вашингтона в этом направлении будет продолжаться и ужесточаться. Кроме того, следует отметить, что эта стратегия не ограничивается администрацией Трампа. Все более жесткая политика Трампа в отношении таких важнейших торговых партнеров, как Китай и Германия, очевидно, находит широкую поддержку в США. Те круги, которые полагают, что протекционистская политика давления позволит сократить гигантский дефицит в торговле их страны с Германией и Китаем, судя по всему, довольны тем, что есть Трамп, притворяющий в жизнь эту политику. С точки зрения баланса сил, попытки США создать своего рода однополярную правовую систему, в то время как мир эволюционирует в сторону многополярной системы, не кажется реалистичной политикой. Другие глобальные игроки неизбежно будут все громче выражать протесты против политики навязывания своих условий, которую США проводят прежде всего посредством санкций, а к ним присоединятся некоторые региональные силы. Навязывание США и остальной части мира своего порядка путем санкций, в то время как еще никогда за весь период после окончания Холодной войны они не были так слабы, как сегодня, возможно, также проложат путь новой международной системе, в которой роль Америки будет поставлена под сомнение. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.